В Иркутске и в Иркутском районе введен режим повышенной готовности. Это связано с высокими дневными температурами, которые привели к активному таянию снега. В планах правительства региона в ежедневном режиме проводить мониторинг мест, наиболее подверженных затоплению. В областном центре подтопление жилых домов пока не зафиксировано. Тяжелее ситуация складывается в Карлукском, Уриковском и Хомутовском муниципальных образованиях. Местная администрация сейчас оказывает адресную помощь. В случае необходимости будут организованы пункты временного размещения. Кроме того, принято решение еще раз обсудить на уровне правительства области вопросы градостроительной застройки тех мест, которые регулярно из года в год подвержены режимам затопления. Мы видим, что с каждым годом ситуация там не меняется. На реке Уде дети провалились под лед. Несмотря на сильный испуг, мальчики и девочка помогли друг другу выбраться на поверхность, но оказались в безвыходной ситуации. Путь к берегу был отрезан. Это заметили взрослые и сообщили об этом пожарным. Сотрудники МЧС России добрались до ребят и эвакуировали их по одному на берег. Мокрых и перепуганных детей обогрели и успокоили. Сотрудникам полиции предстоит работа с родителями несовершеннолетних. Депутат Думы Братска помог семье, мобилизованного с ремонтом. После того, как супруга Галины мобилизовали, она осталась одна с четырехлетним сыном Арсением. Платить за двухкомнатную квартиру не смогла, поэтому и обратилась за помощью в управление по Подунскому району. Администрация выделила жилье по договору Суцнайма, а депутат по округу, Денис Кожеуров, помог сделать ремонт. Бригадой рабочих за месяц заменили входную дверь, радиаторы, часть сантехники, сделали освещение, потолки, а также выровняли стены, наклеили обои и уложили линолеум. Все находимся в одном городе, и даже Бикей, несмотря на то, что он немножко удален от центра города Братска, он абсолютно такой же район, как и все районы. И я думаю, что каждый из граждан, каждый из жителей города Братска достоин хорошей, комфортной жизни. В Нижнеудинске прошла муниципальная научно-практическая конференция. В ней приняли участие не только старшеклассники, но и ученики младших классов. В этом году ее разделили на возрастные категории. Для самых маленьких ребят – радуга проектов, а для подростков – шаг в будущее. Конференция предполагает собой четкий регламент – пять минут на доклад и две на обсуждение вопросов. Это очень важная программа. И то, что наше муниципальное образование в течение многих лет ежегодно проводит данные мероприятия – это возможность каждому выйти на новый уровень. В Усть-Куте закончился турнир по волейболу Кубок Севера. Соревнования прошли в два этапа. Первый состоялся в январе. Участие в состязании приняли 30 команд из разных городов. Местные спортсмены – команда из Братска, Железногорска, Тайшета, Киринска, Токсимо, Чуны и Вихоревки. Участники поделились, что игра с незнакомыми командами предполагает не только новые знакомства, но и опыт. Организаторы Кубка Севера 2023, спортивно-оздоровительный центр и Федерация волейбола города. По итогам турнира первое место заняла команда «Олимп-1» из Братска. Они уже некоторые команды в призах, победителями уже на данный момент можно и считать. Но и самое главное, наверное, без травм, чтобы дети были спокойны, сегодня доиграли последний день, получили свои награды и уехали довольны без травм.